привет друзья канал life in garden снова рад всем кто заглянул на огонек меня зовут виктория в первую очередь я хочу вас всех поздравить со светлым праздником пасхи пожелать добра благополучия божьего благословения всем нам и нашим семьям а вы у меня в саду и смотрите какое небольшое украшение у меня в этом году я нашла своим декупажным пасхальным яичком немножечко другое место в этом году в прошлом году они висели у меня над входом на крылечке в этом году вот на штамбовом деревце на калине карльса у нас тихо наши ветра улеглись наконец-то успокоились не шелохнется ни листик не травинка природа отдыхает наверно сама чувствует что пасха это покой и мир душе и вокруг и в природе и в нас тоже хожу и любуюсь очень симпатично висят и висят эти украшения мои на дереве год назад в такие же пасхальные дни любуюсь нежной красотой своего сада мне пришла мысль они запечатлеть ли мне чудо расцветающего сада чтобы было что вспоминать зимними вечерами они начать ли мне вести свой садовый дневник ведь сад так быстро меняется и постепенно забывается каким он был еще год назад да что там год месяц пару недель назад все меняется настолько быстро и одновременно настолько незаметно что просматривая еще недавние фото удивляешься неужели так было и я многое с удовольствием смотрю садовых блогеров любуюсь их садами кое чему учусь и беру на заметку но у меня даже не было мысли никогда что я тоже стану блогером просто хотелось снимать и для себя то что люблю то что хочу запомнить и вот родился мой первый ролик мой первый робкий ролик где я что-то там рассказывала дрожащим голосом и и каково было мое удивление что люди начали его смотреть мало того даже подписываться на мой канал и это с одним то роликом мне-то самой он казался таким примитивным годным разве что для того чтобы смотреть его лично для личного просмотра а когда у меня появилось первые 20 подписчиков это было очень неожиданно мне казалось ну кому то может быть интересно кроме меня ну всякие там пути пути розочки цветочки травки муравки постепенно процесс съемки своего сада меня настолько захватил что появились еще и ролики просто про небольшие события в нашей жизни про путешествия прогулки поездки мой видео дневник кстати есть у меня отдельный плейлист про путешествия жалко что там немного просмотров он довольно таки интересный посмотрите вот и поэтому пришла мысль изменить название канала и теперь он стал не только про сад но и про жизнь а через некоторое время у меня уже набралось столько просмотров что youtube предложил мне монетизацию канала но кто же откажется правда доход я вам скажу смешной конечно миллионных просмотров у меня нет это надо как-то специально накручивать я этого не умею да и не надо она мне по большому счету хотя немало видео с несколькими тысячами просмотров есть даже лидер у меня с моими плетистыми розами вот с этими которые на этой перголе находятся и сейчас пока набирают силу так вот в том видео у меня уже более 55 тысяч просмотров представить страшно 55 тысяч людей смотрели мое видео и восхищались моим садом а есть на мой взгляд не менее интересные а просмотров не так уже много так что тайны youtube мне только открываются представляете я не знала раньше что оказывается лайки от зрителей тоже имеют значение для развития канала много лайков youtube чаще показывает этот ролик рекомендуемых поэтому друзья не скупитесь на лайки не забывайте нажимать на пальчик вверх это же не сложно правда а для продвижения канала это очень важно я не знаю слышно ли вам как сейчас чирикует птица на все голоса посмотрите какая у меня анимона красивая мое недавнее приобретение и ангелочки даже не звенят потому что их ветром и не колышет так вот вернемся еще история моего канала до дорогие подписчики я очень рада вам я очень рада вам что вы у меня есть что вы заходите смотрите интересуетесь комментируете и очень рада тому сколько за этот год появилось у меня друзей единомышленников с которыми мы на одной волне ну правда хотя и виртуальный да вот и год пролетел с тех пор как я сняла свой первый ролик и просматриваю я его иногда и думаю разве кто-то мог тогда потом подумать представить что через год будет вот так вот не просто все так вот наверное я не одна заметила что весна в этом году решила именно буйствовать своей красотой посмотрите как как все ярко вокруг хотя и денек такой не солнечный вот яблонец вести начинает да весна буйствует буйствует несмотря ни на что ну да ну да сейчас скажите сейчас ой и она туда же перечислять все плюсы карантина наверняка же уже все этого начитались списке положительных моментов изоляции людей скажите чем вы занимаетесь на самоизоляции как себя развлекаете но есть все таки некоторые положительные моменты смотрите как солнышко вышло красиво красиво стало как сразу все другой оттенок приобрело так вот про положительные моменты оказалось из одежды можно обходиться минимумом это я для себя недавно открыла но вот в штаны спортивные влезла кроссовки футболка ветровка и красавица ну да красавица очками или маской ненакрашенное лицо прикрыла еще один плюсик нам женщинам волосы взъерошила и вперед в красивую весну сколько времени освобождается да и средств тоже немало ну и природе очевидно тоже хорошо когда ее не дергают люди со всех сторон не жгут свои костры в ее посадках марину и жаря шашлыки и собираясь компаниями вот она облегченно вздохнула встрепенулась ветрами несколько дней подряд и умиротворенно замерла короче деревья что невеста тебе стоят или это просто так все обостренно сейчас воспринимается из-за решетки карантина и они всегда так цвели не знаю вот на веточку с цветками розовыми засмотрелась и разговариваю с этими веточками какие же вы красивые хорошие а ведь правда как-то становишься более сентиментально что ли вот в это время короче вышли мы на улицу и опомнилась я только тогда когда обнаружила себя под невообразимо буйно цветущим кустом декоративного миндаля луизиане со словами спасибо спасибо за это спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Укорачивать вот эти свечки, отросшие почки, для того, чтобы сдерживать их рост и поддерживать такую круглую форму. Посмотрите, какая неимомерная красота цветет на нашей улице. Это миндаль виргинский. Просто неимоверно красиво. Вот странно, он не пахнет совсем. А пчел тут очень и очень много. Люблю завершать свои видео каким-то вот таким вот эффектным кадром. Сейчас сделаем тут селфи с Алисой и с Аделькой. Ну что, я буду заканчивать на этом свой маленький юбилейный обзор сада. Моему каналу исполняется год. Это для меня и приятно, и удивительно одновременно. Всем пока-пока, дорогие подписчики, здоровья и прекрасного цветения вашим садам.